Если бы не знал Янукович, не знали агенты Кремля, которые были в нашем правительстве, в нашем парламенте, о том, что Крым будет аннексирован, фиг бы они выделяли бы деньги для этих вышек. Потому что в итоге, давай признаемся, оказывается, что проект с этими двумя вышками, это, наверное, после разведки и месторождения в Египте, самый удачный проект нафтогаза. Правда, эта вся прибыль и достаток досталась не нам, но это самый удачный проект. Мы вложили деньги и мы показали, как эти деньги можно легко отбивать. Смотри, Андрей, твоя же гипотеза состоит в том, за тебя расскажу ее, потому что ты поделился, что Россия не может построить такие вышки. Потому что у России как бы был санкционный режим соответствующий. Россия могла бы владеть только такой вышкой и хотела ее владеть. Да, хотела такой вышкой. Видишь, хорошо, что я с тобой поделился, потому что у меня уже мысля ушла уже в другую сторону. То есть, еще раз, Россия могла бы владеть вышкой такой технологии, с такой соответствующей начинкой и так далее, только если бы ее построила Украина, а Россия бы смогла захватить ее. Абсолютно верно. Посмотрите, вот я всем говорил о том, что нефтегазу российскому пипец, вы не верите. Он постепенно наступает. А вот сейчас очень хороший пример с этими вышками. Поймите, Украина единственная страна постсоветского союза, которая могла уже на тот момент купить американские или вообще мировые нефтегазовые технологии. Беларусь, чтобы вы понимали, до сих пор была под санкцием. Половина санкций мелких, не снятые с России как правоприемника Советского Союза, а России как страны, которая убивала детей, до сих пор. То есть, ну, на момент войны даже 2014 года эти санкции не были сняты. Все компании и зарубежные технологии, которые работали в России после Советского Союза, это совместные предприятия. Если уходит оттуда что-то, то они с собой и технологии забирают. Вот, например, НОВИ уходило, в котором я работал, да, то есть, крупнейший производитель нефтегазового оборудования. Расставание происходило очень долго, потому что изымались все чертежи, подписывались все документы о неиспользовании и так далее. Поднимались вопросы контрактов, санкционных списков. То есть, поверьте мне, что если нарушать американские санкции, как оказалось, очень невыгодно персонально. То есть, и вот это вот, когда вы видите тысячами подписанные люди, которые попали под санкциями, это те люди, которым сказали о том, что ты пользовался американскими технологиями, пользовался, чертежи отдал, отдал. Так вот, если вдруг тебе они во сне приснятся, не дай бог, ты возьмешь их утром и забудешь. А если вдруг ты о них вспомнишь и попробуешь применить, так тебя ждет персональная санкция, как человека, который подписывал документы о неразлашении и нераспространении технологий. То есть, вот эти вот, иногда же просто задаются, да, там тысячи людей попадают в эти санкции, там, и думаешь, ну там, ну понятно, какие-то олигархи, понятно, еще какие-то политики. А нет, там идут фамилии людей, которые нарушили вот эти вот персональные санкции, которые касаются распространения технологий. Скажи, пожалуйста, какие ограничения санкционный режим до конца 13-го года, до начала 14-го года, санкционные режимы, какие запрещали России владеть теми технологиями, которые есть на этой... Бурение на море. Бурение на море, там есть частности, но Россия, я вот всем на канале у себя вчера рассказывал, проводил очень простой пример. Например, поймите, в странах Советского Союза даже нет технологии покраски металла так, чтобы его не съело море и брызги. То есть, у нас нет технологии в странах Советского Союза. Эта технология в бывшем блоке владеет румыны и владеют поляки, которым тоже американцы передали. То есть, это сейчас часть, кстати, уже вертикально структурированного Орлена. То есть, вот два года назад, перед войной, во время ковида, приезжал ко мне представитель из Польши, который говорил о том, что, в принципе, мы для Украины готовы поставлять технологии по покраске нефтегазового оборудования. То есть, мы можем эту технологию вам предлагать. То есть, мы можем его красить. То есть, так что, Коль, тут вопрос, многие задаются там, ну что там эту установку построить, что она с металла нет там, или еще что-то наподобие. Ребят, покрасить вы даже ее не сможете. То есть, это просто, это срок действия этой установки, потом будет пара лет, и все, на этом как бы дело закончилось. Вот эти, кстати, два буксира тоже, на котором прикурили, да, насколько я понял.